Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире Химкинское телевидение. Как обычно, в это время мы работаем в прямом эфире, и мне очень приятно представить вам сегодня нашего уважаемого гостя. Сегодня в нашей студии дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт, доктор физико-математических наук Георгий Михайлович Гречко. Добрый вечер! Здравствуйте! Гречко Георгий Михайлович, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, доктор физико-математических наук. Родился в 1931 году в Ленинграде. Участвовал в двух космических экспедициях на кораблях «Союз-17», «Союз-26» и орбитальной станции «Салют-6». Осуществлял выход в открытый космос. Удостоен золотой медали имени Константина Эдуардовича Циолковского и других отечественных и зарубежных наград. Мы работаем в прямом эфире. И сегодняшний наш эфир посвящен проблемам космоса. И сегодня мы встречаемся с удивительным человеком, человеком, трижды побывавшим в космосе, Георгием Михайловичем Гречко. И человеком удивительным еще и потому, что, Георгий Михайлович, вы были четвертым человеком, советским человеком, вышедшим в космическое пространство. И первый человек, который сделал беззвездное космическое пространство с борта орбитальной станции. И провел там час двадцать восемь минут. И мой первый вопрос будет связан именно с этим. Итак, 19 декабря 1977 года и Георгий Гречко выходит в открытый космос. Как это было и ваше ощущение человека, который выходит в бездну? Ну, во-первых, там, естественно, дело в том, что скафандр этот был совершенно новый. Для меня в этом скафандре никто не выходил. Ну и там начались такие потихонечку мелкие проблемы. Один баллон с кислородом не открылся, потом на десатуризацию ушло, больше кислорода, чем надо. Потом люк очень долго не открывался. Дело в том, что мы выходили не через люк, который специально был сделан для выхода, где были поручни, приборы, специальные ступеньки. Нам пришлось выходить сквозь стыковочный узел. С которым были проблемы вот тогда. Да. Значит, да, было подозрение, что он поврежден и не доден для стыковки. Я бы сравнил это для наглядности, что вот подводная лодка, да, входит и выходит через рубку. Но в аварийных ситуациях через торпедный аппарат. Вот мы так примерно и выходили. И, конечно, вот самый был такой момент, критический, что ли, что мы не могли открыть люк. То есть все средства там были штатные. Было даже типа воровской фомки, которым вскрывают сейфы только из титана. Вот. И тем не менее, все это не давало нам возможности, что-то там в механизме заело. И мы открыли люк чисто по-русски. Значит, я взялся за люк. Юра Романенко взял меня за ноги. И на раз-два мы, значит, его дергали, пока, значит, не сорвали. Ну, нет, не то что романен, а пока не открыли. И вот тут, значит, мне надо выходить. И тут я немножко задумался. А если он не открывался, а вдруг на возвращении он не закроется? Ну, сейчас-то у меня еще кислорода, хотя меньше расчетного, но все-таки более-менее. А если он не будет закрываться и будет кончаться кислород, то это все довольно... Ну, в лучшем случае мы должны сквозь всю станцию пройти, полностью ее разинтеризировать, залезть в корабль и отчалить. И станция потеряна. А ведь мы были первым экипажем, а потом на ней было 10, наверное, 11 экипажей, я не помню. Значит, это плохо. А можно было, какой-то вариант был и погибнуть, что еще хуже. Поэтому так вот попытаться рассчитать вероятности, последствия, ну, это не рассчитывалось. Поэтому надо было принимать, как говорят, волевое решение. Ну, а какое волевое решение может принять космонавт-испытатель? Конечно, вперед. Ну, и я пошел вперед из люка. А надо сказать так, что когда он даже приоткрылся, с остатками воздуха в космос, там, пыль полетела, да, какие-то гаечки, шайбочки вылетели откуда-то. И вот, когда человека высасывает вместе с шайбочками наружу, ты невольно упираешься, тебе туда не хочется. Ну, и потом я вспомнил первые прыжки с парашютом, когда тоже не хотелось. Ну, естественно, преодолеваешь все это и выходишь и работаешь. Ну, это вот прелюдия, а все-таки ощущение человека вот в космосе. Страх. Или вы не думали об этом? Ну, я говорю, страха особо не было, но выходить не хотел. Гораздо приятнее было возвращение потом уже, да? Да, конечно. Скажите, Георгий Михайлович, вот этот ваш второй полет, он был по тем временам самый длительный, 96 суток. Да. И вы встречали Новый год, и тогда журналисты шутили, что у вас была возможность 15 раз поднимать дубы с соком. Вы что, 15 раз встречали этот 78-й год? Да, совершенно верно, потому что каждый раз на каждом нашем обороте 16 или там 15 оборотов в сутки, и на каждом обороте мы проходим меридиан. Первый меридиан прошли над Камчаткой, значит, встретили, или над Адарем, значит, встретили с ними Новый год, потом над Камчаткой, встретили с ними, потом с Сибиряками, потом, значит, с Уралом, ну, и, наконец, с москвичами, да, так что это верно. Ну, а с москвичами, то есть шампанское в какой смысле не предусмотрено? Нет, шампанское. Исключено? Исключено, да, потому что это все-таки бутылка, стекло, это нельзя. Ну, а тубы с шампанским тоже, да, исключены? Да, что-то я никогда не видел, а тубы с шампанским. Не было предусмотрено по полетам, да? Нет. Спасибо. В полете спиртное тогда было категорически запрещено. Спасибо. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. И сегодня в нашей студии дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко. И нам очень приятно, что вы участвуете тоже в нашем разговоре. И есть вопрос в студию. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. 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 Поздравляем вас с Днем Космонавта. Спасибо. Это первое. Вот, второе. Значит, Скороволова Леонов имел беседу и сказал такие слова, что когда он был в комиссии по гибели Гагарина, что, во-первых, его все записи были искажены, когда он потом видел дальше, вот, а самое главное, что там летел сухой, который, возможно, его избил. Вот, как вы к этому относитесь. То есть понятно, да? Да, конечно. Спасибо большое. Я думаю, что из всех версий, но это мое мнение, понимаете, что из всех версий это самая близкая к действительности. Я думаю, что именно так и было. Конечно, на 100% это доказать трудно, но лично я склоняюсь именно к этой версии. Уважаемые телезрители, сегодня в нашей студии Георгий Михайлович Гречко, летчик-космонавт, доктор физико-математических наук. Кстати, вы, по-моему, единственный человек, имеющий такую научную степень, да? По-моему, да. Есть несколько космонавтов, доктора технических наук. Многие из них получили звание доктора по совокупности, то есть без защиты. Я честно защитил в чужом городе, в чужом ученом совете докторскую диссертацию по исследованию земной атмосферы из космоса, чем немножко горжусь. И, насколько мне известно, вы участвовали в экспедициях к местам падения Тунгусского метеорита. А сейчас это входит в круг ваших исследований? В круг исследований не входит, а вот в круг интересов безусловно. Потому что мы тогда, в 61-м году, шли в тайгу с аппаратурой, с идеями, с гипотезами, ну и надеялись решить эту загадку. 61-й год, а вот 98-й год, загадка Тунгусского падения, Тунгусского взрыва, вряд ли Тунгусского метеорита, до сих пор не решена. Это очень интересная проблема. Конечно, я слежу за всеми возможными публикациями, участвую. Мы иногда собираемся, вот участники тех экспедиций. И это очень интересно, не решена загадка. Георгий Михайлович, а скажите, как ученый, как исследователь и как космонавт, как вы относитесь к НЛО? Вы знаете, я прочел несколько книг, я разговаривал с людьми, которые этим увлекаются очень серьезно. Участвовал в обсуждениях, участвовал в комиссии Академии наук по вопросам, которая выезжала на самые подозрительные места, так сказать, появления тарелок и проверяла. К сожалению, вот все это вместе взятое не позволяет мне сделать вывод, что они существуют. Поэтому я не верю в это. Более того, вот посмотрите, что такое НЛО? Неопознанный летающий объект. Почему это обязательно с Марса, с Венеры, почему это обязательно космический? Ведь вот если мы с вами встретились в темноте на улице, мы прошли мимо друг друга, мы же друг не опознали. Ага, значит вы неопознанный объект, значит вы из Вселенной откуда-то. Вот я жду, я допускаю, что будет прилет на Землю. И вот я жду этого, но тогда вот что я жду? Я жду опознанный летающий объект, опознанный как космический, как происхождение внеземного. Вот это будет фантастика. Георгий Михайлович, но вы провели в совокупности вот три космических полета 135 суток. И вот в область исследований, может быть даже не научных, вы наблюдали? А ничего вот такого подобного в космосе не было, не встречалось? Нет. Или это не обходило вообще? Неопознанных летающих объектов я много видел. Но это в свое время ведь американский астронавт, по-моему, Скотт, никак не мог откреститься от этих неопознанных летающих. Он говорит, я видел неопознанные, но почему мне приписывают, что я видел какую-то тарелку? Это мог быть русский спутник, это могла быть ракета американская, это мог быть какой-то французский спутник. Вот я его не опознал, но почему мне приписывают, что это была летающая тарелка? То же самое и я могу сказать. Да, я видел какие-то летящие точки, сверкающие до того, настолько близко, чтобы видеть размеры, формы не было. Не подходили так близко. Но я думаю, что никакого отношения это к летающим тарелкам не имеет. Хотя, значит, однажды я разыграл экипаж посещения и показал им летающие тарелки. И это тогда дошло аж до полетбюро, значит. И все, кому я это показал, кляли, что они видели НЛО собственными глазами. Но это был просто хороший профессионально сделанный розыгрыш. Георгий Михайлович, скажите, а вот самое потрясающее впечатление, которое вы вынесли из космических вот этих полетов? Ну, вы знаете, я, наверное, не открою Америке. Прежде всего, это вид земли. Земля прекрасная. Некоторые ее места фантастически красивые. Вот интересно. Знаете, вот Камчатка, покрытая снегом, для меня было как... А вокруг темно-синий океан, да. И это для меня выглядело как бриллиантовая брошь на темно-синим бархате. А вот очень интересно. Когда пролетал над мысом Горн, то я вдруг почувствовал вот какую-то тревогу. Это, конечно, ничем рациональным не объясняется, потому что я понимаю тревогу людей, которые огибали мыс Горн. Это ветры, ветра, это волны, это скалы, темень, поскольку это близко к полюсу. Да. Почему ощутил тревогу я? Очень забавно. Хотя, конечно, тоже смотреть туда. Вот если Камчатка сверкает, то мыс Горн такой вот мрачный, темно-коричневый. Но у меня было ощущение, что вот сзади меня какой-то тигр, значит, сидит, который может вот кинуться мне на спину. Вот такой. То есть мыс Горн ни на кого бы ему хорошее впечатление не производил. Вот на меня почему-то тоже. Хотя, естественно, достать нас на высоте 350 кг, потому что оттуда никто не мог. Спасибо. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. И сегодня в нашей студии летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко. Есть вопрос, Георгий Михайлович? Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Слушаем вас, говорите. Георгий Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте. К сожалению, Советский Союз создал касту о неприкасаемых. Я имею в виду космонавтов. Первый вопрос к вам. Да это понятно, я за 30 лет поработал. Как дорого они нам обходятся? Первый вопрос. И второй вопрос. Если вы сомневаетесь в НЛО, есть какая-то фирма, ВПК. Там докладик на действие страны. Сойдите, почитайте. Спасибо большое. Ну, что я скажу. Как мы дорого обходимся. Ну вот, будучи уже в отряде космонавтов, я получал оклад 300 рублей. Ну, по тем временам немного. Академики получали, по-моему, 700, 1000. Когда я защитил кандидатскую диссертацию, то я стал получать 312 рублей на 50 копеек. Но поскольку зарплата перешагнула 300, там процент налога увеличился. В общем, я потерял немножко. В зарплате я говорил, слушайте, давайте тогда диссертацию по боку, платите мне мои старые 300. Когда уже, значит, слетал, я получал 500 рублей. Я повторяю, тогда было очень много профессий, которые получали больше. Значит, все сказки, что у нас мы могли открытые счета, там, сберкассы, что мы могли прийти в магазин и сказать, выпишите мне, пожалуйста, две Волги, там, или еще что-то такое. Ну, значит, я такого никогда не слышал, не видел и не участвовал. Так что недорого. В нашей стране мы обходимся недорого. Американские астронавты обходятся в своей стране дороже. Но почему-то американцы ими гордятся. Вот, не знаю, что-то, видимо, у них там неправильное отношение к космонавту. Вот. А что касается доклада ВПК, не читал, но я повторяю, читал несколько книг, разговаривал, скажем, с Зигелем, который наблюдал, который составил отчет о двух тысячах наблюдениях НЛО. Я думаю, что Зигель был самым информированным человеком в России, а может быть, на земле, об НЛО. Серьезный исследователь. Вот такого дурака не валял, как Ажажа, когда он специально интригует людей, чтобы, значит, к себе, к своим персоне и к своим деньгам. Вот, кстати, он дороже обходится вам, чем мы. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что мы, россияне, тоже гордимся своими героями и космонавтами, и, в частности, Георгием Гречко, который сегодня любезно согласился принять участие в нашем эфире. И я думаю, что жители нашего города, города, который можно назвать верфью космонавтики, тоже разделят мое мнение. Поэтому, Георгий Михайлович, мы вас любим, ценим. И я хотела бы вас спросить, скажите, вот вы закончили, вы технарь, вы закончили военно-механический институт в Ленинграде. Все-таки, как вы попали в отряд космонавтов? Знаете, вот, конечно, была мечта космических полетов с детства, основанная на научно-фантастической литературе. Мечта привела к научно-популярной литературе по космонавтике. Я горжусь, что у меня есть одно из ранних изданий книги Перельмана, я вас забыл, «Ракет техник» или «Мечта космонавтики происшествия». Я горжусь, что у меня есть один из томов Рынина, энциклопедии «Мечта космонавтики сообщений». Детитомник у него, да? Да, он 10 или даже там дополнительные были, там 11-12, но даже у Королёва было что-то только 2 или 3, у меня был один. И весь этот интерес привел к тому, что в 9-10 классе стало вопрос, куда поступать, вот я перед собой поставил вопрос, куда поступать, чтобы иметь отношение к ракетам, чтобы стать ракетостроителем. У меня нахайства, чтобы полететь в космос, не было, потому что даже такой мечтатель, который всех опередил, Циолковский, и то говорил, что в космос человек полетит, он в 1935 году сказал, что через 100 лет. То есть в 2035 году я даже… Установка была дана, да. Я не рассчитывал, но я хотел принять, принять вообще всю жизнь, я не хотел быть первым, но я всю жизнь хотел участвовать вместе с другими в чем-то достойном. Ну, в том же Толговском теорете, в экспедиции. Вот. И поэтому я искал институт, который бы сделал из меня ракетостроителя. И таким был Ленинградский военно-механический институт, хотя, конечно, все это было очень смешно, потому что еще в 9-м классе я обратил внимание, что в Ленинградском военно-механическом институте есть факультет реактивного вооружения. Ну и понятно, что уже тогда были ФАУ, большие ракеты, понятно, что была там задумка у Вернера фон Брауна о очень большой многоступенчатой ракете. Поэтому было ясно, что в конце концов это приведет нас в космос. Вот. А на следующий год, когда я поступал в институт, уже засекретили. И был факультет А, Н и Е. Никакого, значит, реактивного вооружения. И когда я сказал, при поступлении, меня спросили, а почему ты хочешь на факультет А конструкторский? Я сказал, потому что это факультет реактивного вооружения. Там комиссия чуть не упала, поскольку это было секретно. Они, наверное, подписку давали, а не разглашение. Откуда вы это знаете? То есть, смотри, они на меня как на шпион. Я говорю, так прошлый год в трамвае висел. А потом вы попали, после успешного защищенного диплома, вы попали, сразу к Королеву попали? Или это было так? Более того, я даже не окончив институт, уже работал у Королеву. Потому что я не хотел делать, знаете, как тогда говорили, цельно тянутый диплом. То есть, берешь чужой диплом предыдущего года и с него тянешь цельно. А я хотел сделать реальный диплом. Поэтому я еще на последнем курсе поехал защищать диплом Королеву в Подлипке. Они мне дали тему «Старт ракеты с борта подводной лодки». Значит, я рассчитывал, может ли стартовать ракета из подводной лодки только за счет собственной тяги, за счет газов, образующихся после сгорания, чтобы эти газы ее выталкивали из подводной лодки. И, значит, я это все рассчитал, защитился. То есть, меня иногда поправляют. Вот ты пишешь, что ты закончил институт в 55-м году, а работал на фирме Королева в 54-м. Наверное, наоборот. Я говорю, нет, потому что... Так и было, да? Так и было. Когда я делал диплом, то, чтобы как-то пропитаться, значит, жил в общежитии один, то я устроился работать техником на полставки. Так что я вот там прошел, начиная с техника до полставки. И потом, конечно, вот я, ну, не знаю, с таким энтузиазмом, как в исполнении мечты, я участвовал в разработках вот нашей знаменитой «семерки». И когда полетел Гагарин, то, конечно, как-то вот старая детская мечта, она возобновилась. Но, понимаете, я считал, что космонавты – это супермены. А у меня иногда то голова болела, то зубы болели, то горло болело. И поэтому как-то я не думал, что я могу стать космонавтом. И когда Королев созвал нас, молодых инженеров, вот требование было не меньше 10 лет, 5-10 лет работы, чтобы проявил себя хорошо на работе, чтобы был коммуникабелен и, значит, в своей среде отношения, чтобы хорошее с людьми имел. Ну и, конечно, медицина. И вот Королев собрал тогда десятка, наверное, полтора-два людей, которые соответствовали этим условиям, и сказал – попробуйте пройти медицинскую комиссию. Ну и вот я пошел на медицинскую комиссию, и, конечно, я был уверен, что меня спишут. Там сначала 7 дней амбулаторно. Приходишь, ходишь, приходишь, ходишь. Утром на комиссию, значит. И вот я только думал, на третий день меня спишут, на первый или на седьмой. И, по моему удивлению, да, меня еще потом положили уже в госпиталь для стационарного обследования. И там, конечно, не было, были смешные случаи, там, скажем, вот, вообще я был по здоровью не очень. Я бы сказал, ну, на четверочку, может, на четверочку с минусом. Но какая-то собранность, настрой позволяла выдерживать его. А воспитания иногда были просто жестокие. И были смешные там случаи, значит, я помню. Вот что меня спасало, что я никогда не углублялся в какие-то детали вот анализов. Я не спрашивал, какой дельный вес моей мочи, она светлая или темно-желтого цвета. Значит, я только спрашивал, я прошел, да, норма. Прошел, норма, прошел, норма. Ну, и так шел. Это хорошо, потому что, когда человек углубляется, он начинает переживать, и это как-то его ослабляет. Анализы ухудшаются, да? Да. И такое было. Если уж на то пошло, значит, тогда все боялись белка в моче. Вот был человек, который потом погиб на ТУ-134, Бендеров, он проходил комиссию. Даже вот было там послать его или меня, и Туполев настоял перед Королевым, чтобы его. И вот потом, после центрифуги, у него появился белок в моче, и его списали. Он немножко мне, ну, невольно, естественно, перегородил путь, и сам, к сожалению, не прошел. Но, вот помню об этом, значит, однажды, значит, сдаем мы эти бутылочки, ставим их там на окно, потом я прихожу, значит, чтобы сдать следующую порцию, я прошу прощения, может, конечно, немножко такая тема скользкая, но может быть интересно. И я вижу, что в моей бутылочке что-то белое, хлопья какие-то. Ну, что это может быть? Естественно, я ничего не понимал, я решил, да, белок в моче. Я срочно это вылив, значит, пришлось напрячься для следующей. Вот. А в следующей опять? Ну, я все, спишут, значит. А потом, когда вроде меня не списывают и не списывают, я спрашиваю у врача, ну, они заметили там что-то такое было? Он говорит, я говорю, белок в моче? Он говорит, да нет, это жаркая погода, минеральная вода, и там какие-то аксалаты, в общем, совершенно нормально, не надо было ничего выливать. Вот. Или помню еще случай, значит, вот мне все пишут по мере прохождения, Н, 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 норм, норм, норм. И вдруг, вы знаете, вот проверяют глаза и пишут мне три хромата. Я думаю, что-то похоже на трахому. Вот. И я, значит, бросился, думаю, надо подлечиться. Бросился, значит, в другой институт, значит, Еленгольца, и прибежал, я говорю, проверьте мне, пожалуйста, глаза. Они все проверили. Он говорит, хорош, нормальные глаза. Я говорю, нет, проверяйте еще. Проверили еще. Что вам надо вообще? Я говорю, да понимаете, вот такой вот аппарат у вас есть? Нет, такого нет. Вот я думаю, наверное, вот этим аппаратом выявляется. Он говорит, а что вы от нас хотите? Что вы выявляете? Я говорю, да вы понимаете. Что такое трехромат? А какой у вас делать? Я говорю, трехромат. Как они хохотали? Трехромат – это значит, что ты правильно воспринимаешь три цвета основных, из которых состоит белый. Ну, да, мы другие там фокусы. То есть вас в отряд зачислили? Зачислили. И потом было… Мое удивление, наверное, больше было удивление, чем радость. Да. Но еще раз повторяю, я был обычный человек, у меня всегда, ну, не всегда, но иногда что-то доболело. Ну, кроме того, я был в оккупации, значит, голодал, там, зубы были, конечно, не в порядке. И там, когда я вернулся из оккупации Ленинграда, мне сразу поставили в школе 11 плом, из которых 7 на следующий день вылетел. Но потом было еще 9 лет до того, как вас утвердили в поле? Нет, нет, там вот какая была история. В 64-м году мы прошли 13 человек, по-моему, прошло. А было кандидатов то ли 200, то ли 300. В основном вот все сыпались на качелях, значит, там надо было качаться головой, качели качаются, качаешь головой. В общем, довольно такая тяжелая вещь для нормального человека. И вот летчикам там норма, по-моему, было что-то 3 минуты, а нам 15. И действительно, на 3, 4, 5 минуте уже, может быть, 100 человек, или 200, сказали, остановите качели, я уже космонавтом быть не хочу. А кто пытался пересилить собственное, так сказать, здоровье, то, как мы тогда шутили, тут же хвастался харчан. Ну вот, и на время мы прошли 13 человек у нас, по-моему, было. Но нужен был вот в том году, в 64-м, один. И отобрали Константина Феоктистова. Потому что мы были малолетки, только что, в общем, ну, сравнительно с ним. А он уже внес очень большой вклад в саму развитие техники. Конечно, вот, как испытатель техники, он должен был посмотреть, практически, полетать на том корабле, который он, собственно, сам спроектировал, сконструировал. Ну, и, а вы все-таки ждали потом своего часа, да? Да. Значит, мы, вот, наша группа, мы жили тогда, нас собрали в профилактории завода. А почему в профилактории такие здоровяки? Нас сказали, что это команда футболистов завода. Вот, ну, все секретно было. И мне не повезло. Вот, до того, как встать, попадать в заведение в космонавты, я, все-таки, понимаете, очень ответственно к этой профессии относился. Я решил себя проверить. Я катался на горных лыжах, прыгал с парашютом, летал на планере. И, вот, чтобы посмотреть, потому что вот так вот, за столом любой человек умный и остроумный. А вот когда риск жизни, когда опасность, когда кажется, что осталось несколько минут жизни, вот тут ты будь остроумным. А самое главное, трезвая мысль и принимай правильное решение. Вот, вроде бы так, мне показалось, что я, может быть, и гожусь. И я сделал там что-то, не помню, около 30 прыжков до САФИ в клубе. И вот надо же, чтобы я на 33-м или 34-м прыжке уже, будучи в отряде, космонавты сломал ногу. Это сразу мне поставило в хвост всех 13. И я дублировал, не знаю, 4-5-6 раз. Я уже даже сейчас не помню, сколько я раз дублировал, сколько людей я дублировал, прежде чем подошло время моего полета. Герой Михайлович... Это было, я хочу просто сказать, что это было безумно морально тяжело. Немногие выдерживали вот ожидания. Ожидания, да. Но вот так в жизни вот она такая, что это обернулось тем, что в своем полете я оказался достаточно хорошо подготовлен. Были люди, которые вот подготовка и полет. А у меня там 6 или 7 подготовок. И поэтому мне пришлось хорошо поработать. Скажите, а у вас никогда не было в жизни ситуаций, когда вот вы себе внутренне сказали, не хочу быть космонавтом? Конечно, было. Были? А с чем связано? Конечно. Да каждый раз после посадки. Да? Потому что это настолько, значит, впечатляет. Это гром, огонь, перегрузки. Корабль как бешеный, значит, вертится. Ждешь открытия парашюта. Значит, потом эта мягкая посадка, достаточно такой жесткий удар об землю. Нас еще неудачно посадили в буран, нас потащило. Парашют превратился в гигантский парус. Корабль в пушинку, значит, нас прыгали, значит, над этой соляной. Мы каждый раз дергая, бились там, закончилось тем, что у меня там, чувствую, кровь течет в скафандре. У Гобарева спина, значит, повреждена. Это первый парус, да? Да. И, конечно, я думаю, что у многих, не только у меня, у первых, в общем, что никогда больше. А потом как-то хорошее остается, плохое забывается. И уже начинаешь думать, а может быть, действительно еще полететь. А еще проходит время, и ты уже руководитель спрашиваешь, а почему я до сих пор не в графике на следующий полет? Георгий Михайлович, скажите, а вот элемент психологической совместимости, вот когда компонент ЦПАР, вот первый у вас был компонент Губарев, потом был Романенко, да? Это очень важно? Это психологически отслеживается? И как это потом сказывается вот в конце полета? Вы знаете, я считаю так, что, ну, некоторые говорят, да, я с кем хочешь полечу. Да, в короткий полет, там, на 7 дней можно лететь с кем хочешь. Но когда речь идет о месяцах, а теперь уже в годах, тогда это был сам длительный полет. Вот никто лететь не хотел. А у меня спросили, ты чего в такой полет? Второй полет, ты можешь убирать, чего-то не поторговался. Я говорю, что я, как капитанской дочке Горенев, на службу не напрашиваюсь, но от службы не отказываюсь. И тогда это дико казалось долго. А сейчас, когда летает год, когда есть полуторагоничные полеты. Но вот мне кажется, я даже убежден, что вот в этом полете, конечно, надо, чтобы был совместимый человек. Может быть, ты там не умрешь, может быть, вы друг друга не убьете, может быть, не набьете, естественно. Но на эффективность полета, ведь вот с моей точки зрения, что самое трудное в полете? Отнюдь не физически, хотя на выходе очень трудно физически работать. Вот тут, кстати, женщина встречает трудности. Не какая-то там, я не знаю, еще какая-то умственная даже, может быть, нагрузка. Кто-то сказал, что полет в космос ума не прибавляет. А эмоциональная. Эмоциональная нагрузка. И, конечно, неподходящий компаньон – это уже эмоциональная перегрузка. И тут могут быть всякие неприятности. И, прежде всего, качество работы. Был даже один полет, когда несовместимые в экипаже люди, просто их пришлось посадить раньше времени. Программа не была выполнена. Был случай, когда из-за несовместимости экипажа экипаж сняли с полета буквально за несколько дней до полета. Так что это, я считаю, в длительных полетах, а в будущих полетах на Марс – это, я считаю, очень важный факт. И хочу добавить несколько слов. Что совместимость бывает очень двух типов. Когда люди совершенно одинаковые и когда люди совершенно разные. Противоположные. Да, совершенно верно. То они совпадают, то они дополняют друг друга. А вон какой тип ближе? Вот с Юрой мы, видимо, дополняли друг друга. Он был молодой, энергичный, горячий. А я уже был вот этой выдержкой девятилетний. Умудренный. Более такой спокойный. И у нас прекрасная получилась коктейль, смесь. Мы за 96 суток ни разу не поругались. Один раз было, начали спорить. Начали как-то уже заводиться. Но я говорю, что мы делаем? Мы пролетали в трудный полет. Хорошо пролетали. Мы же его сейчас испортим. И я сразу ржас к своему личному уголку. Это был мой спальный мешок на стене под потолком. И буквально проходит секунда. Юра ко мне подлетает. Обнимает меня за плечи. Говорит, что мы действительно завели. Георгий Михайлович, а что у вас было самое любимое и самое нелюбимое во время космических полетов? Самое любимое было выполнять эксперименты. Потому что всегда есть надежда, и она потом иногда оправдывалась, что-то увидеть, сфотографировать, зафиксировать, а потом на Земле изучить что-то новое, кто-то тебя не видел. А самое нелюбимое – это была мокрая уборка в станции и замена бачка в туалете. А как часто приходилось делать вложную уборку? Я сейчас не помню, то ли раз в месяц, то ли раз в две недели. Но вот я проиллюстрирую, чтобы не быть голословным. Мы видели свечения очень тонкие и красивые в атмосфере, которые фотоаппарат не брал. А Юра, он прекрасно рисует, прекрасно рисует. Вот все знают, что Леонов рисует, что Небятов рисует. Но мало кто знает, что Юра прекрасно рисует. И я говорю, слушай, Юра, зарисуй, пожалуйста, не берет аппарат. Он говорит, да ну, к черту. Я говорю, Юра, я за тебя туалет уберу, а ты нарисуй. И он сделал прекрасные рисунки, которые были опубликованы, даже в местных странах они опубликованы. Но у вас же было свободное время от основной, так сказать, и чем вы занимались? Начну с анекдота, когда проверяющий спрашивал солдат, солдаты, вам еды хватает? И солдаты говорили, хватает в Благородье, еще и остается. А куда же ставки девать? А съедаем, говорит, еще и не хватает. Так что свободное время, я съедал для научных экспериментов, еще и не хватало. Ну, а, так сказать, наблюдения? Хотя были люди, которые, вот Лебедев и правильно сделал, нашел время для написания очень интересных дневников, вот прямо там, не по воспоминаниям, которые все-таки потом как-то преобразуются, а прямо на месте. А один из космонавтов в космосе за длительный полет прочел Библию от корки до корки. А вы читали в космосе? Я читал Библию, но местами. Нет, в космосе я взял книги своих любимых писателей, братьев Стругацких, Ольги Ларионовой, Грэм Грина, но взял, я знал, что я читать там не буду. То есть из уважения, из любви к автору. И, кстати, вот я ему эти книги подарил, в том числе Грэм Грину, когда я подарил ему на английском языке зачитанную, исписанную, там, подчеркнутую его книгу с оторванной первой страницей, то потом мне его жена сказала, что, когда он вернулся в гостиницу к себе, и она ему открыла дверь, то сначала он протянул руку с книгой, и только потом сам зашел. Это книга, которая побывала в космическом порезе, да? Да, конечно. Скажите, Георгий Михайлович, а вот 135 суток, самое-самое вот трудное, что-нибудь вспомнится вам? Ну, самое трудное, был, во-первых, вот выход в космос, я уже говорил, там были всякие нюансы, но, может быть, самое трудное было после выхода, когда, ну, у меня, кстати, отмерзли ноги, тогда очень была сильная система охлаждения, и она, дело проектировалось на земле, на земле у человека работают ноги, и поэтому очень большое охлаждение пришлось на ноги, в космосе ноги абсолютно не работают, ходим мы на руках, и поэтому, я уже не чувствовал ногу, когда я снял скафан, я первым делом схватился за ноги, есть у меня ноги или нет, и когда надо было делать доклад о состоянии стыковочного узла, то я сказал, что да, стыковочный узел абсолютно не поврежден, все подозрения, что предыдущий экипаж повредил космическое узло, абсолютно ложны, ничего там не повреждено, стыковать можно, стыковочный узел как новенький, и вдруг мне приходит приказ из Центра управления полетом, что я должен доложить, ну, там было сказано, по там варианту номер два, а эти все варианты были предварительно расписаны в Буржуале, я открыл вариант номер два, это о том, что я нашел неисправность и отремонтировал ее, ну, я решил, что это просто недоразумение, и я говорю, да нет, ребят, вы не поняли, там нечего было ремонтировать, там все в порядке, выходит на связь СРП, значит, сменный руководитель полета, делай доклад по форме, значит, два, я говорю, я не понимаю, выходит, потом, значит, в конце концов Елисеев вышел, он тогда был то ли руководитель полетов, заместитель Глушко Валентина Петровича, и тоже потребовал этот доклад, понимаете, потом мы вышли из зоны, да, Шаталов потребовал доклад от Юры, а Юра военный, Шаталов, начальник, он не может его не послушаться, в общем, у нас такая получилась обстановка, но поскольку мы ушли из зоны, а доклад от нас ждали в следующей зоне, то у нас час был на размышлении, и я говорю, Юра говорит, я должен делать, я говорю, Юра, ты пойми, есть вот две вещи, ведь вот сейчас мы сделаем, значит, доклад, а ведь люди-то знают, что мы ничего не ремонтировали, это первое, то есть, что мы приписали себе работу, но еще хуже, мы же тогда подставляем предыдущий экипаж, мы его обвиняем, что он повредил, как нам простят люди, ведь все же наши коллеги, они же все знают, что ничего этого не было, как ты потом жить будешь? Я говорю, ведь пойми, был случай с Гагариным, то есть, нам хотели улучшить вот этот эпизод нашего полета, причем улучшить из-за вас, естественно, сейчас же все телевизионщики в основном виноваты, и что не платежи, и что ракеты взрываются, это все телевизионщики и газетчики, вот, виноваты были телевизионщики, потому что оказывается, на центральном телевидении был подготовлен доклад, показывали очень красивые инструменты, которыми я так и не воспользовался, для ремонта, и какой-то начальник должен был вот показать, как мы там ремонтировали, а без этих инструментов вроде и так и показывать нечего, понимаете, и вот нас давили крепко. И, значит, я говорю, больше, вот нам хотят улучшить, а ведь потом не отмоешься, говорю, Юра. И еще говорю, вот когда, ведь даже полет Гагарина пытались улучшить, ведь когда Гагарин давал пресс-конференцию, то, ну, многие вопросы он действительно не мог ответить, поэтому здесь сидели люди, которые готовили ему ответы, то есть принимались записки, записки раздавались специалистам, специалисты ему писали ответы, ну, некоторые ответы, как выглядит Земля, там, ел он, пил в полете, что он видел, ему не требовалось. И вот, представляете, пришел вопрос, как вы приземлились, вы в корабле или катапультировались? Катапультировались. А в это время американцы подняли шум, что раз Гагарин приземлился не в корабле, а катапультировался, то полет вроде может быть и ненормальный, взлетел в одном, катапультировался, значит, с парашютом, значит, это не космический полет, это какой-то неполноценный полет. Идиотизм. Первый полет человека в космос неполноценный. И вот какой-то дурак на это клюнул, и на этой бумаге написал Гагарину, я приземлился в корабле. Гагарин, как военный, дисциплинирный человек, сказал, я приземлился в корабле. И улучшили, да, чем это кончилось? Естественно, что со временем стало ясно, что он катапультировался. И вот потом, если его на какой-то международной конференции хотели укусить, то спрашивали, как он приземлился, и что бы он ни сказал, его уличали волжи. Я говорю, вот, Юра, наша судьба. И мы, а в это время в ЦУПе была лотерея, значит, ставили на нас, сломаемся мы или не сломаемся. И большинство поставило, что мы не сломали, и мы не сломались. Спасибо огромное. И вот это было самое трудное. Я знаю космонавтов, которые выдержали еще большие перегрузки и трудности, но когда их требовали что-то улучшить, они улучшали. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии Георгий Михайлович Гречко, человек, которого, наверное, не нужно представлять, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. И есть вопрос, Георгий Михайлович, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Слушаем вас, говорите. Алло. Мы в эфире, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Мне бы хотелось прежде всего Георгия Михайловича поздравить с праздником. Спасибо. И задать ему два вопроса. Первый вопрос. Как бы вы чувствовали себя в космосе, зная, что люди, которые готовят космические корабли, уже по 7 месяцев находятся без зарплаты? И второй вопрос. Что бы вы пожелали этим энтузиастам? Спасибо. Спасибо вам огромное за вопрос. Да, конечно. Ведь прежде, чем стать космонавтом, я работал инженером. Зарплату тогда платили. Командировку платили 3 рубля в день. Кстати, и в космосе я получал командировочные. В первом полете 3 рубля в день. Во втором полете ничего не заплатили, потому что сказали, что я не продлил командировку. Надо было продлять каждый месяц, а я 3 месяца без продления летал. Юре повезло. Для военных, если ты не продлил командировку, тебе рубль платили. Мы 96 рублей заплатили. То есть нас деньгами тоже не баловали. И я знаю, что в ЦУПе, ну это после моих полетов, как-то женщина подняла плакат, что я получаю 300 рублей, а за детский сад, за ребенка с меня просят 350. Это уже были тысячи, там 350 тысяч. Поэтому я понимаю эти трудности. Что я могу сделать? Я не могу никому поднять зарплату, я не черномырден. Но, вот чем я старался расплатиться с людьми? Первое, я себя в космосе не щадил. Я часто не ел, не пил, не спал. Я работал как проклятый, пока вот, что называется, я как-то сказал, вот после этого выхода, который 26 часов вместе с подготовкой длился, я сказал, что если бы не весомость, мы бы падали с ног. То есть я работал не щадя себя. За что, кстати, бывал и наказан. Потому что мне это зачлось как нарушение режима труда и отдыха. После полета я старался обработать все результаты, которые мы получали, в которых я более-менее что-то смыслил. Более того, после полета нас иногда посылали с докладами. Я никогда ни от одного не отказался. Я делал доклады у рабочих, у рыбаков, у христиан, у детей. Однажды в яслях даже. Ну, не в яслях, там ползунки какие-то были, не знаю, 4-5 лет. Я нашел даже форму, как им хоть что-то рассказать. И вот сейчас я с вами сижу. Вот вы знаете, может быть, что сейчас наши телевизионные боссы получают десятки тысяч долларов за свою работу. Может быть, сотни. А вот нам за эту передачу и за все предыдущие ни копейки не платят. И тем не менее, я сюда пришел, я с вами говорю. То есть, я делаю все, чтобы с вами расплатиться, как я это могу. Значит, я прихожу за свое рабочее время, за свое личное время. И вот отвечаю, честно отвечаю на ваш вопрос. Вот все, чем я могу с вами расплатиться. А второй вопрос был... Чтобы вы пожелали людям, потому что вопрос не праздный. Каждый четвертый взрослый президент нашего города... Понимаете, вот мы договорились, что мы не будем говорить о политике. Этот вопрос – это вопрос о политике. И я только одно могу сказать. Политика – грязное дело, и каждый из нас это на себе чувствует. Вы знаете, вот раньше, до перестройки, у меня было время посещать театры. Я читал появляющиеся статьи в журналах «Новый мир», в журналах «Иностранная литература». Я ходил в консерваторию. Сейчас это не жизнь, это борьба за существование. Попытка как-то заработать, чтобы дети учились, чтобы жене было что одеть. Так что я хотел бы пожелать тем, кто работает в ЦУПе, кто работает вне ЦУПа, кто работает в Подлипках и в Химках, чтобы их труд, а труд высочайшего профессионализма, оплачивался достойно. Спасибо большое. Георгий Михайлович, и все-таки, вот как Вы оцениваете, как ученый, как космонавт, перспективы? Все-таки наша страна в мировую науку и в исследования внесла неизгладимую страницу, которую уже ничем не вычеркнуть. Как Вы считаете, космос и Россия будет развиваться в России? Будет и развивается. Вот Хруничев на протонах запускает сейчас спутники, скажем, для глобальной системы связи. Вот сразу 7 спутников недавно запустили. Он получает за это от американцев доллары. Боевые ракеты сейчас некоторые реконструируются под запуск спутников, тоже что-то дает. На предприятиях, где делали ракеты, систему управления, тоже что-то научились делать стоящее. И вот, к сожалению, только энтузиасты добываются самоокупаемости. И некоторые добиваются окупаемости за счет иностранных денег. Конечно, нам это обидно. Но, тем не менее, вот видите, некоторые выживают. Но опять я должен сейчас, я говорил, что как только вопрос как-то коснется политики, я начну ругаться. Нет, о политике не говорим, но... А человек спросил, да, перспектива. От кого зависит наша перспектива? Поэтому, чтобы не ругаться, я лучше замолчу. Спасибо. Есть еще вопрос, Георгий Михайлович. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу спросить, если бы вы обширь, надо ли, если бы вы полетели? Погромче. Ага, если бы сейчас продолжили полететь, полетели бы вы. Спасибо. Нет, не полетел бы. Понимаете, с космосом нельзя играть в игрушки. Вот когда я летал, я знал, что я подготовлю, что я много умею, что я совсем справлюсь, что я все сделаю и сделаю больше, чем надо. Потому что для этого у меня хватит подготовки, памяти, энергии, силы. И это, я считаю, профанацией полеты пожилых людей. Потому что мне самому приходилось помогать космонавтам, там делать за кого-то эксперименты мне приходилось. Убирать за кем-то, извините, рвоту мне приходилось. И вот видеть себя вот в этой роли в космосе я не хочу. Спасибо большое. Но мы очень признательны Георгию Михайловичу Гречко, летчику космонавту. Дважды Герой Советского Союза, что он действительно нашел время и любезно, согласился принять участие в встрече с вами, уважаемые химчане, с вами, людьми, которые два дня назад отмечали замечательный праздник. Праздник, который практически отмечал каждый четвертый взрослый житель нашего города. И мы благодарим Георгия Михайловича за то, что он приехал сегодня в нашу студию и ответил на ваши вопросы, принял участие в диалоге с вами. Мы хотим поздравить от наших телезрителей его с Днём космонавтики. Пожелать ему доброго здоровья, всего-всего самого наилучшего. И в завершение химчанам несколько слов. Ну, я могу только повторить, что как можно скорее нашими усилиями, усилиями наших руководителей пережить этот тяжелейший период и вести жизнь достойную человека. Не богатую, не сверхбогатую, но комфортную и духовно полную и цельную. Потому что вот всё-таки Россия, российский народ всегда по одухотворённости, по своим исканиям душевным, по своей культуре, литературе, музыке всё-таки всегда шёл впереди других стран. Вот чтобы нам как можно скорее от поиска пищи и одежды перейти вот к такой высоко духовной и хорошо оплачиваемой жизни. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Георгий Михайлович, спасибо огромное, что вы нашли время и приехали в нашу студию. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...